Здравствуйте, я Алия Булхаирова. Сегодня 29 марта 2020 года. И согласно мировых сводок, на сегодня уже более 30 тысяч погибших от коронавируса. Самым действенным способом защиты от этого вируса, конечно, является самоизоляция. Но эта мера никак невозможна без финансовой и социальной поддержки государства. Потому что по-любому голодный человек выйдет из дома в поисках еды и денег. Поэтому многие страны принимают антикризисные меры по защите своих граждан и спасению экономики. Приостанавливают выплату налогов, социальных взносов, оплату аренды помещений, коммунальных услуг. Принимаются пакеты мер, направленные на защиту бизнеса от последствий коронавируса. США единовременно выплатит 3 тысячи долларов на семью из четырех человек. В Великобритании, потерявшие работу, будут получать от государства 80% их заработка. Во Франции президент Эммануэль Макрон пообещал, что власти не допустят ни одного банкротства. Он сказал, что ни одна француженка, ни один француз не будет оставлен без средств. И во всех этих странах цены на продукты питания остаются на прежнем уровне. А что в Казахстане? А в Казахстане то, что Назарбаев прячется где-то в своем бункере, то Каев по-прежнему делает вид, что он типа президент, издает, как всегда, никем не исполняемые приказы и указы. А министр информации Абаев, который на данный момент стал единственным рупором власти, заявил, что мы намеренно отказываемся от таких популистских мер, как единовременная выплата всему населению. Буквально это означает то, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы народ ушлый, справитесь сами, вам не привыкать. Денег, как вы не видели, так и не увидите. Нам надо спасать прежде всего самих себя. Как мы плевали на вас, так и будем плевать. А вы и дальше стоите в своем стойле. Если и будем кого-то мы спасать, поддерживать, то это будут силовые структуры, которые нам жизненно необходимы, как щит от этого наглого народа, который вдруг возомнил себя властью на территории Казахстана. Власть в стране, хозяева Казахстана – это мы. Человек 100 и где-то 400 наших приближенных. Сантехников, стюардесс, мисс всяких конкурсов, Кудалар, Курдастар, Руластар и так далее. Абаев высказался, что любой кризис – это окно новых возможностей, новый толчок экономической активности, время укрепления бизнеса, создания новых рабочих мест. По Абаеву получается, Казахстану категорически нельзя быть стабильным, процветающим государством. Народ Казахстана должен испытывать постоянный стресс, безработица, унижение, холод, голод, потому что только в кризисе мы, оказывается, можем показать свои таланты и мощь и добиться расцвета государства. Выходит только в кризис наш воинственный народ оживает, в наших жилых играет кровь, в нас активизируются все дремлющие силы, которые приведут Казахстан в тридцатку развитых стран. Минувшие 30 лет для Казахстана не было такого толчка для развития. Как говорится, наконец-то коронавирус, наконец-то наступил кризис, наконец-то мы заживем. Даурен, я думаю, если мы и заживем после кризиса, то мы заживем без тебя. В то время, как мир весь старается выжить и бьется, не жалея средств, за каждого своего гражданина, ставив приоритет прежде всего жизни человека, наши эти карардинские горе-управленцы выжимают из народа последние соки. Этот чревовещатель своего бункера вдруг вспомнил, что оказывается мы с ним в одной лодке находимся и предложил всему народу скинуться в помощь государству. Какая помощь может быть от этого нищего народа? Может быть, он сам один из всех тех наворованных 200 миллиардов долларов и создал бы этот самый фонд. Народ Казахстана, потому что сейчас выживает сам по себе. В аптеках видишь только объявления. Нет масок, процетамола, спирта, антисептиков. Люди собственноручно шьют маски. Продукты подорожали на 20, 30, 50 даже процентов. Спрашивается, где миллионы, которые якобы дали Назарбаев, его брат, дочь и ежесними. Ушли на поддержание их собственного бизнеса? Нет никакой прозрачности по их выделенным средствам. Только лишь один пустой звук. Голословные заявления для СМИ. Председатель Комитета качества товаров и услуг Людмила Бюрабекова сообщила, что казахстанцы смогут платно сдавать тесты на коронавирус. Как верно заметила Оксана Шевчук, у нас бесплатно можно только умереть и распрощаться со своими органами. Вместо того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь рядового казахстанца в период карантина, государство нещадно делает деньги на простых людях. Хочу заметить, что как неадекватно отнеслось и само правительство к этой пандемии, так и среагировал сам народ. Люди ходят без масок, без перчаток, игнорируют самоизоляцию, считая, что коронавирус – это всего лишь какой-то очередной замысел властей для их махинаций. Конечно, людей можно понять. Власти Казахстана пользуются карантином, делают свои дела, как всегда подавляют инакомыслие, делают вместо антикризисных мер, они сейчас заняты ротациями внутри Нор-Отана. Аким туда, Аким сюда, как будто от переменной мест слагаемых поменяется сумма. Не учи, запомните, нужны новые слагаемые, чтобы выйти на другой уровень. Граждан, которые возмущены сейчас отсутствием реальной помощи от государства, КНБ полицейские выискивают, выслеживают, устраивают на них охоту. В период карантина правоохранительные органы, озабоченные поиском честных людей, преследуют участников онлайн-митингов, челленджей. Все мы знаем, как высказалась Айбенис Косумова. Кратко, точно и емко от имени всего народа. Руки прочь от Айбенис. Всем народам требуем. КНБ полицейские, несмотря на карантин, продолжают преследовать активистов. Вчера умерла Аманбеке Хайрула и Манда Уолсен. Я сама лично не верю в самоубийство. Это же надо было так подготовиться, написать пост с готовыми именами, фамилиями активистов, чтобы Кенба не ломала голову в их поисках. Убили Дулата, теперь смерть Аманбеке. Завтра идет на допрос Роман Рихард только за то, что он имеет свое собственное мнение, потому что он хочет жить в благополучном, процветающем, счастливом, благополучном Казахстане. Я требую, чтобы завтра Роман Рихард после допроса вернулся домой живым, здоровым, целым, невпредимым. Руки прочь от Романа Рихарда. Только вчера Оксана Шевчук и Роман писали в Фейсбук, что несмотря на все трудности, которые сейчас у нас в жизни, несмотря на то, что сейчас у нас во дворе 37-й год, тем не менее они молоды, здоровы и умирать не собираются. Об этом также заявила сегодня и Айгуль Павел. Она молода, здорова, умна, красива и полна энергии, желания жить. Айгуль Акберты тем временем зарегистрировала новую эпидемию, эпидемию кущей вируса. Симптомы следующие. Обостренное чувство справедливости, любовь к Родине, стремление гордиться своим народом и приносить пользу своему народу. При встрече с носителем вируса рекомендуется срочно подписаться на его аккаунт в Телеграм и потребовать подключить его в чат кущей партии СН. Нас миллионы. Мы вместе и мы с силой. Кто там? Свои! Свои! Сейчас свои дома сидят, на карантине телевизор смотрят. Только полиция шастает. Не будем дверь открывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова